Наглый он, с экрана влетит со всех демократии в нас, а чиновники то ли глухие они, то ли какие. На рабочий класс никто внимания не обращает. Мы ежедневно с утра и до вечера работали и зарабатывали деньги для содержания наших семей. Предприятие получило доход от нашей работы, с наших зарплат были отчислены налоги, в том числе на содержание чиновников различных органов государственной власти и местного самоуправления Российской Федерации, которые в свою очередь обязаны создавать все условия для наилучшей жизнедеятельности граждан и обеспечивать защиту их прав и законных интересов. Однако плоды нашего труда достали всем, кроме нас, томих работников ОАО «Маклаковский ЛДК». Мы и наши семьи фактически были брошены государством на произвол судьбы. Воспитатели Остались без работы. Сейчас мы находимся в вынужденном простое. За два месяца я, например, получила заплату 4605 рублей. Еще раз, 4705? Да. 4705 рублей. С 1 октября по 28 ноября. Это за два месяца? Да. Это 2000 с небольшим в месяц? Мы знаем, что многие россияне потеряли доход полностью, включая россиян, которые работают в формальном секторе и в неформальном секторе. И мы также знаем, что у двух третей россиян вообще нет сбережений. А россияне видят, что когда премьер-министр Медведев сказал «денег нет, а вы держитесь», он не соврал. Он имел в виду, что для вас денег нет и не будет. Деньги есть для правящей элиты. И с каждым роликом Алексея Навального мы видим, что действительно растет разрыв между властью, между людьми, которые живут достаточно хорошо, богато и даже не могут себе представить, насколько обычным людям не хватает денег на минимальные потребности. И вот то, как власти отреагировали на эпидемию коронавируса, показывает, что власти даже не могут понять, что происходит.